Мы часто слышим, что нет таких обетований, которые бы остались для народа Израиля сегодня, для еврейского народа на уровне нации, потому что все обетования для семени Авраама исполнены в Мессии Иисусе, они исполнены во Христе. Семя — это Он, потому не осталось больше обетований отдельно для народа Израиля, для еврейского народа. И отрывок, на который обычно указывают для подтверждения этой мысли, это Галатам 3,16. Здесь Павел подчеркивает, что Бог сказал не обетование твоим потомкам семени во множественном числе, но семени в единственном, и это семя — Христос. Вы скажете, ну, это все решает. Нет, 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 нет. Во-первых, Павел полностью понимал, что он делает гомиолитическое утверждение. Вы спросите, что ты имеешь в виду? Если ваш перевод говорит «потомство», а не «семя», вы понимаете, о чем я. Мы не говорим «потомство» во множественном числе. Мы говорим «потомство» в единственном. Это собирательное существительное. То же самое с еврейским словом «зера» или греческим «сперма». Если вы вернётесь в Ветхий Завет, то единственный случай, когда в нём говорится о семенах во множественном числе, это когда речь идёт о сеянии семян в вашем огороде или в поле. Это единственный случай, когда он используется в такой форме, когда речь о потомстве, оно всегда в единственном числе. Когда говорится о целом народе, когда говорится о множестве детей, слово «зера» на иврите всегда в единственном числе. Это собирательное, существительное. Конечно же, не сказано «потомство», потому что это слово так не используется. И Павел хорошо понимает это. Вы спросите, откуда нам знать? Во-первых, мы знаем, что он свободно говорил на иврите. Мы видим это в его посланиях и учениях. И номер два, если вы дойдете до конца 13 главы послания к Галатам, он говорит, если вы принадлежите Христу, если вы принадлежите Мессии, то вы семя Авраама. Вы во множественном числе являетесь семенем Авраама. Так написано в конце 3 главы послания к Галатам. И если мы посмотрим в 11 главу послания римлянам, когда он говорит о народе Израиля во множественном числе, а потом как Авраама, Исаака и Якова, что он говорит в римлянам 11.28? Что они сейчас враги из-за Евангелия, и они возлюблены из-за отцов, и их дары и призвания, дары и призвания народа как целого, они непреложны. Он очень ясно излагает этот вопрос в 9.11 главах послания римлянам. Потому нет, 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 Павел не говорит, что для Израиля не остается никаких обетований. Он делает гомелитическое утверждение, зная, что это неправильно с точки зрения иврита. Он заключает, что главное семя Авраама — это Иисус Христос, Мессия Иисус. Но он никоим образом не отменяет обетования, которые остаются семени Авраама как целого. Это то, на чем строится его теология во всех посланиях. Вы нигде не увидите, чтобы Павел сказал, «Бог покончил с еврейским народом как народом». Наоборот, он говорит, что обетования никуда не деваются, потому что они основаны не на национальности, но на любви Божьей. Другими словами, Бог всегда держит свое слово. И если он дал обетование народу, он сдержит обетование этому народу. Субтитры создавал DimaTorzok